МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почетный знак материнской славы в Десногорске. У нас буквально все остались практически пенсионного возраста. Город с высокой рождаемостью. Город практически нет. Встреча депутатов Госдумы с молодежью. И восстановления сверху, в горячих тоже нет. Контроль за капитальным ремонтом. Это мы все делаем по личной инициативе. То есть по вопросу предложения о том, что если есть желание, расширить стоянку, то нужно приложить собственные усилия. Дворовое благоустройство в руках жильцов. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 8 июля губернатор Алексей Островский чествовал многодетные семьи. В День семьи, любви и верности на сцене областной филармонии состоялась торжественная церемония награждения многодетных мам почетным знаком «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. Губернатор Алексей Островский вручил эту высокую награду 14 жительницам региона за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций. Среди них жительница Десногорска Елена Шилина. Елена и ее супруг Григорий, работник управления информацией и связей с общественностью Смоленской АЭС, воспитывают двух сыновей и двух дочерей. Мне, как главе региона, уверен, как и вам всем, очень радостно, что последние годы демография в Смоленской области улучшается, смертность сокращается, рождаемость растет. С каждым годом на Смоленщине становится все больше женщин, которые удостаиваются почетного знака «Материнская слава». Им уже награждена 201 многодетная мама. На портале госуслуг появился новый раздел для пенсионеров. В нем собраны все сведения о выходе на пенсию по старости, оформлении пенсионных выплат и различных государственных льгот. Смоленская область получит 250 миллионов рублей на повышение МРОД. С июля этого года, согласно федеральному законодательству, установлен новый минимум по зарплате – 7500 рублей ежемесячно. А значит, и в регионе минималка также должна вырасти. Напомним, что сейчас минимальная зарплата составляет 6400 рублей. Депутат Государственной думы Артем Туров в очередной раз посетил Десногорск с рабочим визитом. Он провел личный прием граждан и встретился с молодежью. О том, какие проблемы обсудили, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Несмотря на рабочий день, на открытый диалог с депутатом пришли около ста человек. В начале беседы Артем Викторович ответил на вопросы, которые ему задали на предыдущей встрече. А это – обеспечение льготников лекарствами, строительство ледового дворца и оплата квитанции за капитальный ремонт. Это все на основе действительного действительности жилищного кодекса. Вы, конечно, обязаны платить за капитальный ремонт. Но если есть какое-то дополнение, я готовлю материалы с моим помощником. Обсудили острые проблемы Десногорска о включении нашего города в список моногородов первой категории для создания территории, опережающего социально-экономического развития и обеспечения медицинского учреждения Десногорска квалифицированными кадрами. Депутат пообещал разобраться и принять все необходимые меры. Приятно, что мы уже не первый раз, приезжая в Десногорск, встречаемся с молодежью, с теми людьми, которые живут, переживают за свой родной город. И в прошлый раз, и в этот раз было очень много вопросов, которые затрагивают не только дальнейшее развитие города, но и страны в целом. Десногорская молодежь всегда отличается своей активностью в социальной, экономической и политической жизни нашего города. По инициативе специалистов Смоленской врачебной палаты в регионе начала работу бесплатная горячая линия по актуальным вопросам и проблемам здравоохранения. Поговорить бесплатно напрямую с врачом можно по телефону, который вы видите на экране телевизора. Причём на линии дежурят сразу несколько специалистов. 23 лошади из Республики Беларусь вернулись назад с границы со Смоленской областью. Инспекторы Россельхознадзора проверили животных и обнаружили, что на них нет никаких документов. В сопровождении госветслужбы груз вернули. Каждую неделю специалисты комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу в присутствии представителя регионального оператора и исполнителей контролируют ход капитального ремонта пяти многоквартирных домов в Десногорске. Все подробности смотрите далее. Два дома 16 и 17 четвёртого микрорайона и три дома первого микрорайона, третий, десятый и пятнадцатый, внесены в программу капитального ремонта на текущий год. В этих домах ремонтируют крыльцо перед каждым подъездом, фасад, цоколь, кровлю, инженерные сети, делают отмостку, меняют входные двери в подъезд. А вот ремонт самих подъездов будет выполнять управляющая компания. Как отмечают участники еженедельного обхода, состояние выполненных работ разное. Есть дома, которые сделаны очень хорошо. Есть, которые сделаны не очень хорошо, а есть, которые недоделаны в принципе. Обо всех выявленных недоделках информируют представителя регионального оператора. Также принимают жалобы от жильцов и оперативно на них реагируют. Всё это делается для того, чтобы ремонты были качественными и проходили установленные сроки. Ремонт третьего дома первого микрорайона проводила местная подрядная организация. Сейчас дом в полном объёме, готов к сдаче. Было очень много всяких вопросов. Всё это решали совместно, совместно с жильцами решали. Ремонт произвели. Дай бог, чтобы всё оставалось в таком состоянии, как находится сейчас дом после капитального ремонта. При выполнении капитальных ремонтов многоквартирных домов предусмотрена обязательная замена внутренних инженерных сетей, в том числе стояков отопления, холодного и горячего водоснабжения. Но не все жильцы соглашаются их менять. В будущем это может привести к порывам, подтеканиям и даже затоплениям. Я хочу обратиться к нашим гражданам о том, что при выполнении ремонта в ваших домах, в ваших квартирах, максимально оказывать содействие компаниям, которые выполняют ремонт, оказывать содействие региональному оператору, ну и специалистам комитета по городскому хозяйству в допуске в свои квартиры. Работа по контролю за ходом капитального ремонта в Десногорске будет продолжена. Смоленские пограничники задержали контрабандиста-взяткодателя. Бывший сотрудник ГИБДД из Ростовской области решил заняться контрабандой и ввести через Смоленскую область польские яблоки. Собирая необходимую информацию о расположении пограничных постов ФСБ, он неосмотрительно дал взятку должностному лицу, за что был задержан полицией. Под лежачий камень вода не течет, решили жильцы дома в первом микрорайоне и взяли инициативу в свои руки. Об этом наш следующий сюжет. Сейчас в нашем молодом и красивом городе при дефиците бюджета денег на благоустройство дворов не хватает. И тем не менее администрация Десногорска изыскивает средства, чтобы привести в порядок и подремонтировать самые разрушенные дворовые дороги, автостоянки и детские площадки во дворах. В этом месяце подошла очередь шестого дома первого микрорайона. И совершенно неожиданно сами жильцы подключились к ремонту двора. Они предложили администрации собственными силами расширить парковку, чтобы автомобили не портили газоны. Если бы люди были заинтересованы, то я думаю, что многое бы здесь, ну у нас в городе в целом было бы исправлено и находилось в более лучшем состоянии, чем находится сейчас. Вот что надо было снять. Жильцы шестого дома доказали, что нужно не только ждать, ругать и жаловаться, а нужно и самим проявлять активность, и тогда результатом будет вот такой двор. Новости спорта. В выходные в Смоленске состоялся открытый чемпионат России по вольной борьбе среди ветеранов. В соревновании принимали участие 100 вольников. По результатам три смоленских спортсменов завоевали право выступать на мировом чемпионате в составе сборной страны. В октябре этого года в Варшаву поедут Андрей Потакаев, Андрей Харлап, Владислав Егоров. Смоленск на неделю стал центром футбольного судейства в России. На базе Академии спорта прошел семинар арбитров высшего дивизиона премьер-лиги чемпионата страны. Лучшие рефери России делились опытом, изучали изменения в правилах, набирали физическую форму и создавали контрольные нормативы перед стартом нового сезона. В Екатеринбурге завершилась третья спартакиада работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. По результатам соревнований по волейболу среди женских команд, команда Центрального федерального округа, в состав которой входила работник прокуратуры Смоленской области Мария Шагарова, заняла третье место. А дисногорские спортсмены на девятой концерновской летней спартакиаде «Спорт АЭС-2016», которая проходила в Нововоронеже, завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова